как то вот так такое их название моднявая с бедлоком там вроде даже двойным бедлоком короче тоже ультра дорогие ладно мы не про них ну короче шоу нас по заднюю мосту крепежи все стандарт все выстрелить вообще граммулечку чуть-чуть вообще подвернули хвостовичок для кардана ну так что параллельно два флянца было от среднего моста и к этому то есть вообще ну ляля была друзья сейчас хочу посоветовать вам одну фирмочку по прокатам лимузинов и вип-автомобилей фирма работает в таких городах как житомир виница хмельницкий ровно киев и все области этих городов значит там очень большой выбор лимузинов и вип-автомобилей цены разные и есть очень шикарные лимузины фирма проверенная без обмана все четко работает всем рекомендую ссылочка будет в описании номера телефонов в этом видео есть с трубами этими намучились короче здесь же болгарочкой по чуть-чуть выбирали отверстия сквозные трубы ну трубы так чтоб как как на родном как на родной подвесочками на родном куске раме рама у нас еще не обварена там спрашивает как ты будешь состыковать раму ребята раму можно состыковать масса большая масса различных способов сваривать рамы у нас ну лимузин опыт души можно закладной внутри закладной внутри можно через отверстие вовнутрь одну вторую сторону всунули такую чуть чуть меньше в диаметре трубу до отверстий куча ну там сантиметров 15 туда засунуть туда через версия провар потом швом проварились там где состыковка она к двум металлам обварилась то есть можно ну типа ступенькой там кусок рама сантиметров 15 вырезал там напополам понимаете да и так типа ступенечки соединить обварить потом косынками есть вариантов масса 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 то есть раму резать это как раньше там при старе чего кричали вареная рама это уже не рама ну все на болтах должен быть короче это все дрожь ну реально варит все варится просто грамотно сварить понятно что стык ее поставил обварил она лопнет рядышком возле сварки она лопнет потому что метал перегретой вот я думаю всем понятно ну в общем значит у нас еще получается крепеж вот это вот видите вот как раз на месте место там где будет сварка еще плюс один усилитель в общем вообще все по феншую получается мне пока мне все нравится вот эти вот шайбы мы поделали да вот эти они будут закрывать то есть понять виде мы здесь не очень видно давайте с этой стороны видите здесь не очень так все плотненько то есть понимаете болгарочки какие-то миллиметры есть ну чтоб по феншую было да я вытащил на лазерем и шайбочки они закроют шум и здесь красивенько проварится и вообще будет красотень ну это такое значит крепежи сейчас выделаем вот такие вот сюда увидите да то есть выгибаем такое выстукиваем выгрюкиваем крепежики тонаров сзади будет тоже переделанная нами заднюю и среднюю мы одинаковые по длине оставили ну чтоб смещение мостов одинаковое было но желательно конечно чтобы угла фонаров сзади вообще не было минимальный вверх чуть-чуть да потому что четыре колеса знаете как они на прыжках будут разъезжаться ну требу нагрузка на все на раму везде все то есть нельзя так как обычно я вижу лифтуют эти джепы там 5 10 дюймов там херю за тип панары с кулевыми тягами чуть ли не вверх стоят ну то есть здесь такое нельзя ну и больше всего башка болит мне ребята за то что вот кузов этот кузоводчик как я буду его делать короче думаю я все-таки его раздельным сделать вот эту часть мы завариваем все везде ну красивенько обвариваемся все она независимая она стоит на своих подушках то есть поняли кузов стоит на своих подушках независимо от кузовочка кузовок у нас будет ну эта часть еще же отрезать отрежется ну вот она лежит значит сюда мы ставим там родные заводские подушечки потом дополнительные еще где-то здесь ставим ну там здесь где-то я не помню где-то не в этом месте и там будет на кузове усилитель мощный когда труба толстостенная и здесь я думаю сразу варить толстостенную трубу широкую на нее будет запаска крепится она будет в багажнике к этой стенке крепится и через какую-то там не знаю очень жесткий жесткую резину обвариться на болтами скрутиться не знаю там 1 2 где-то 4 болта вы она не здесь будет а вот здесь вот здесь он будет скручиваться вот здесь этот уровень где-то ну вроде бы как бы и не цельная да и вроде бы цельная то есть на подушечках она играет но кручение кузова все равно будет на прыжках на все но нужно минимально по ним понимаете это не сантиметры будет но минимальное какое-то чуть-чуть она будет ну и на болтах она раздельно как чуть-чуть пружинить будет там это жесткая вот как-то вот такие мысли потому что реально ребятам голова кипела у меня еще даже пока не утвердил этот момент но наши парни вот с кем я работаю нормально отличные люди вот мы вместе все собрались и пришли к этому решению как бы так вот что вы скажете мне интересно ваше мнение вот там дурочки есть у нас или то что я ругался я вам как-то видео сброшу там переписки наши они там что ты собираешь по всему свету что как делать я все знаю как это делать абсолютно все просто я хочу с первого раза красиво четко грамотно это все сделать мне не надо тестировать я не люблю то есть то должно держать то должно работать меня такой не проходит должно сразу быть четко я не хочу же мне человек позвонил а у меня тут треснуло мне это меня исключено я блин у меня там моторошно уже тот их мысли даже то есть я знаю mercedes benz производитель этого автомобиля он сразу 2013 году выпускал цельные кузова потом их поделил значит поделил он знает почему видно были какие-то проблемы то есть ну вы же понимаете да что mercedes завод намного умнее чем вот мы тут все вместе взятые даже вот все наши зрители все этом очень умные инженеры все строители автомобили сидят они все прочитали проработали и почему-то его поделили если бы кто-то конечно заснял мне видосик да в этих щелях как это же но крепится я точно знаю что кузов снимается у меня есть фотография снятый кузовочек задний а кабина на месте то есть как оно это все состыковывается просто на подушках вот на этих резиновых подушках она не может быть потому что будет болтание очень большое а щель всего лишь там сантиметра полтора между ну этой частью и кузовочком то есть если так оставить она будет по-любому стукаться и краску сбивать об кабину по-любому там какие-то или подушки еще такие же как здесь где-то здесь в этом местах или болтами стянута ну как-то там все равно сделано и вот меня от этого всего уже на голова кругом постоянно думаю сижу в интернете вы смотрю но информации нету и все нашел там по интернету там за границей пытались а что-то люди 6 на 6 склепать и на лапах там в россии кто-то даже делал но там только раму сварили и даже мосты еще не обварились а то есть на этом все . такой ну нормальный 6 на 6 не такой вот явил даже вот кабину удлинили то есть вы знаете как гробовоза сделали ну это все не тонну нормальный 6 на 6 это вот вот он вот он стоит вот порталы 37 катки шикарные колеса не все мосты грибут все три они два там каких-то сзади телепается и еще многие спрашивают у меня почему ты не делаешь вот здесь вот дырку эту здесь сантиметра где-то 25 на нам надо это колесо отсунуть понимаете но она того не стоит то есть почему mercedes так сделал оригинал да у них средний мост в редуктор охеренно здоровый впереди редуктор охеренно там пространство такое то есть фотки вы полистаете найдете из-за этого чтобы там ну я не знаю кардан или какие-то были проблемы они подвинули назад его в нашем случае зачем все заводские места там подушечки все красота это мне еще пришлось бы здесь еще раму резать здесь отодвигать полностью это все потом кардан переделать в новой машине которую я делаю переделывать еще кардан ну все кричат они грамотные специалисты да ну вы знаете хочешь сделать хорошо сделай это сам может быть и хорошо делают карданы да ну блин я не доверяю знаете если заводской кардан он будет служить годами десятилетиями только переделал вот два-три все она тарабанит выбивает разбивает короче ладно это небо то есть мы решили ну вот хозяин сказал что не надо мне этого не надо тем более с расширителем у меня же не оригинал 6 на 6 задние расширители будут а 4 не шире в квадрате то есть мне будет проще да и дырка это незачем она вы посмотрите приглядитесь там такая накладка пластика уродливая не зачем это все здесь мы расстояние выдержали там метр 10 по моему по центрам заводского то есть это мы все выдержали ну короче так вот ну вот скоро ребята будем кузов варить давайте как-то блин в россии россия смотрит у меня очень много туда зрителей блин ребятки выручайте посмотрите я очень хочу правильно сделать я-то и мог бы понимаете могу сделать его и цель на этот кузов я знаю как усилить эту жопу вообще не проблема она никогда в жизни не треснет ну поймите если мерседес изменил значит так должно быть я понимаю что эта машина может ездить 10 и 20 лет вообще ничего не будет проблем но если на ней проехать я же не знаю как она дальнейшая судьба как она будет скакать возможно она будет там через день на охотах прыгать там сколько там есть дури стопы скакать на ней она если усилю до жопу я знаю как это все усилители все там фермочку поварить она может рвать в проемах где-то стойки рвать там там то есть она себе слабое место найдет понимаете вот я из-за этого хочу поделить вот если подсмотреть как оригинал сделали он было бы четко ну пока мисс у меня мысли такие вот я вам говорил труба с одной стороны это и стянуть ну перед не между ними проставочку какую-то она вроде на подушечках играет себе ну вроде бы так толково мы придумали мне кажется будет классно ну все равно я бы с удовольствием посмотрел бы у нас кричат понимаете там одни умники кричат а везде их по украине валом этих 6 на 6 я не знаю сколько у людей не спрашивают ничего не знают там на том марсклубе фанописы я видел я видел ну ребята кроме вас никто больше ничего и не видел то есть если бы не были ну мне бы сказали понимаете потому что я такой проект делаю мне очень раз пишут многие подсказывают различные я всех выслушаю мне даже глупые там какие-то иногда комменты и глупые подсказки дают но все равно хоть часть оттуда я себе для себя возьму какой-то хоть один процент от этого умного не умного совета я для себя возьму все короче ребятки все пока эту эту внутреннюю делу уже блин время где-то идет в общем пока вот ну сделаем и однозначно четко красиво но блин видите я очень щепетильно подхожу к этому вопросу очень мы не понимаете мне тут даже проект очень сам интересный не так уже финансовом плане как просто он интересный ну понимаете когда строишь машин получаешь удовольствие от нее это самое главное потому что многие звонят поста мне там мосты там приедет по тюнингу и это задери мне машину бампера мне это все не интересно я не хочу этим заниматься ну понимаете искусство это искусство уже лепешка я люблю такие монстры делать он видите он сзади вот вот эта машина в этом лучше будет мигажир если б я это не делал я уже на то и ездил бы все ребятки пока друзья расскажу маленький секрет секрет всему миру значит отозвался человек который мне готов помочь которого есть доступ 6 на 6 правда я пока мисс не могу сказать с какой он страны но он не из украины не с россии то есть уже кое-какие фотографии не сбросил но вред без проблем шумана я тебе засниму покажу там возьму фонарик все щели просмотрю то есть ну в принципе по всех фотографиях я так как я и говорил в принципе так там и сделано ну плюс-минус но в целом я на правильную мысль уже сразу пошел в общем такое ну спасибо человеку конечно буду еще ждать фотографии видео то что он обещал и сейчас вот ребята очень интересно ваше мнение напишите в коментах вот как вы считаете как должен вы выглядеть кубик вот и елик 6 на 6 в каком он цвете должен быть для некоторые фотографии забросил вот их модные цвета вот цветные яркие напишите мне вот я считаю что он должен быть там синим черным там вот желтый ну короче все жду все пока ставьте лайки не забывайте самое главное ловечки поставить